Девушки отдыхают Хорошо, я хотел, чтобы ты увидел нас обоих, потому что рано или поздно тебе придется выбирать Возникла идея, так сказать, предложение провести среди курсантов викторину, на военную тему Всю неделю шла такая война, а в понедельник вдруг, как будто бы ничего не было Если хочешь справедливости, пойди под окна Романенко, покричи К землю крестьянам, викторину офицерам, давай А я пойду Что сделать этому панту? А, старце пать Не ожидал от вас, товарищ майор Ну, что вы не ожидали? Я же не в сапогах родился У меня тоже детство не будет здорово Девушкам, кстати, нравится И до сих пор нравится Извините Это будет хороший, да И ты еще совсем зеленый Весна на сердце, каждый день весна Весь мир живет Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роди главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Доставка кексов Получите, распишитесь Доброе утро Я не заказывала А я и не планировал Но решила по-соседски Даже не знаю, что сказать Ну, можете сказать спасибо Или, ну, а какой здесь с малиной? Вариантов масса Ну, а как насчет варианта? Может, зайдете? Чаю попьем? О, это мой любимый вариант Но, получается, я сам напросился Получается, напросились Ну, тогда К торжественному маршу Дистанция одного линейного Равнение на кексы И Тут, Гончар, по ходу генеральская проверка Романенко идет Спасибо, Макар Ты, если что, мне помогай, ладно? Прикрыть тобой абразуру Легко Барген Иди сюда Я офицер не закончил Иди сюда, я скажу Чего надо? Ты у нас, вроде как, это В корешках у генерала-лейтенанта Так что, если что Стой и подвякин Понял? А че подвякин? Товарищ генерал-лейтенант Личный состав второго взвода Занят на уборке территории Заместитель командира взвода Младший Сиран Гончар Вольно Есть Создаводайте Есть Почему не работаем, курсант? Товарищ генерал-лейтенант А Барнау переклинило на почве викторины Думает над вопросами Угу Не часто тебя клинить-то стало То на разборке, то на уборке Смотрите, товарищам твоим не мешает Работа готовится к викторине Да, а личный пример могут подать Только офицеры, товарищ генерал-лейтенант Угу Не понял Ну, в смысле жалко, что офицерского состава нет Команды Они б нам задали уровень Понимаю, понимаю Да, я согласен с тобой Конечно, че мучатся одним? Пусть и начальники помучаются Правильно я понял? Угу Мы этого не говорили, товарищ генерал-лейтенант Ну, как же не говорили Вот именно это вы сейчас и говорили Но, должен тебе сказать, что в твоем соображении есть смысл Подумаем Ну, ладно, продолжайте Товяковс Молодец, Варген Классно выступил Серьезно, мне понравилось Гончар, только знаешь что? Мне кажется, то, что офицерам это Не понравится Угу Я думаю У меня есть все шансы, что генерал меня не запомнил А вот тебя запомнил Угу Представляешь, а генерал мечтал, что поедет в Лондон А этот оказался румыном А как вы вчера с Губским отплясывали, ай-яй-яй-яй Я до сих пор под впечатлением А вы наблюдали? Не только наблюдал, но Я даже ревновал Ну, на правах соседа А какие еще права и обязанности у соседа? Ну, во-первых Проводить соседа домой После дня рождения А вы меня бросили И мне пришлось возвращаться одному В темноте Справились? Да Но я все-таки рассчитывал на вас Валентин Васильевич Вы поменьше на меня рассчитываете Я не… Я не обижаюсь Я не обижаюсь Ну, а соседа нельзя обижаться Знаете, как говорят Соседы – это то, что дается нам свыше А в нашем случае это буквально Ведь над вами живу я Ясно Ну, вот что, Валентин Васильевич Пора на службу Все, идем Я сейчас схожу за папой Подождете меня? Нет Ладно, я вас догоню Нет На службу мы пойдем отдельно А это принцип такой? Дорогой соседушка Я не хочу, чтоб наш совместный приход Обсуждало все училище Как вчерашние танцы Наташа, я не понимаю Но мы же взрослые люди Чего тут с тусняться? Ну, подумаешь Позавтракали кексом Как взрослый человек Я не хочу, чтобы кто-то что-то фантазировал Тем более на тему кексов Ясно? Да Ты б, Давыдов, лучше в расположении порядок навел А кто Романенко туда точно заглянет А что, у меня там все в порядке? Все блестит Наряд по ниточке ходит Угу О, там тебе кажется машут Доброе утро Доброе Утро доброе Наталья Александровна, а вы вчера просто были украшением праздника Да и не только я Что же это вы, Артур Вениаминович, так рано ушли? Говорят, было очень весело Так вы все веселье-то пропустили Да? А что случилось? Ну, а как же, Волынский дал стране угля Представляете, колпак забыл снять и в нем домой поперся А в метро его в милицию определили Полночи наркотики искали Ладно, Давыдов, если что, я в расположении В расположении Извините Да Вот такое вот дело, значит Да Ну, а вы как после вчерашнего, Наталья Александровна? Да, пока даже не знаю, что сказать Непонятно Да В расположении, значит Извините Давно не виделись Я сейчас закричу Спокойно, я тебе хочу кое-что показать Я на тебя на две жизни вперед осматриваюсь Ну, тогда на себя посмотри Решил на жалость передавить? Ну, зачем же? Твоему курсанту на ревность Дату видишь? Всего лишь три месяца назад Слушай, Игорь, покой же ты идиот, а Такой фотомонтаж любой первоклассник может сделать Может быть, твоему Максиму лучше понравится Максим хоть и младше, но гораздо поумнее тебя И импульсивнее, и самолюбивее Глядишь, понравится, вечерок на разборке уйдет Не надейся, не прокатит Ну, не прокатит и не прокатит Какой мужик не любит фото, где его жена с другим целуются? А вода камень точит Ты точно больной? Ну, подождем, увидим Ты дождешься, что не я, так соседи тебя в милицию заберут А ты их отговори Ты же не хочешь, чтобы и соседи были в курсе, правда? Аня, Аня, подожди, пожалуйста Пусти меня! Что случилось? Что происходит? Это значит, что если мой муж уехал, это еще не повод подкарауливать меня на улице Я просто рядом проезжал, вот и все Ну, только не надо мне рассказать, что ты просто проезжал мимо Аня, что с тобой? Со мной все нормально Ну, если у тебя нет настроения, давай увидимся в другой раз Игорь, ты не понимаешь? Нам незачем больше видеться Ты опять за старое? Поехали, Игорь Тебя зовут? Ничего, подождут А раньше ты к больным по-другому относился Я только говорил, что по-другому относишься Не разочаровывай меня Да Разрешите, товарищ майор? Заходи Вениаминович Она что-то не понял Чего? Как что? Он что-то деру-то дал, когда Суханова к нам подошла Она ж, похоже, к тебе подходила А ну и что теперь? Ну как что? Вчера он с ней так лихо рок-н-роллил, а сегодня А что сегодня, жениться на ней должен? Вот зря ты таким тоном, Артур Суханова женщина видная И к тому же свободная Я бы на твоем месте Ты бы на моем месте Вот у нас есть Дорохин На моем месте Вот пускай он этой свободой занимается Здравия желаю, товарищ Анатон Здравствуйте, здравствуйте Ну что майор? Пришел, как говорится, персонально тебя поздравить С чем? Теперь ты у нас капитан Простите, товарищ подполковник, в каком смысле? В самом прямом Что, не ожидал? Ну что там с Олимпиадой замутили? Товарищ подполковник, с викториной Тем более Вот Романенко приказал к викторине собрать офицерскую команду А ты, Губский, у нас будешь соответственно капитаном Не надо на меня так смотреть Инициатива исходила из вашей роты Так что, вперед Благодарю за доверие, товарищ подполковник А я знал, что вам понравится Только впредь свои инициативы нужно с командиром батальона согласовывать А то можно и вправду Как-нибудь капитаном стать Не означай так О, Наташенька, доброе утро! Здравствуйте! Вот зашла повидаться и заодно извиниться еще раз! Ну, я тебя умоляю! Это я тебе должна спасибо сказать за то, что ты не отказалась от предложения! Ну, что вы? Ну, как можно? Ну, ты знаешь, нынешняя молодежь, у них как бы так свои интересы Да было так весело! Я правда получила колоссальное удовольствие Что ты говоришь? А я так волновалась, ты знаешь, я думала, что с этими бурями народ просто заснет Я давно так не смеялась! А Волынский на табурете? А вы с Губским этот рок-н-ролл! Так! О, нет! Это было что-то! Ну, я прошу вас, не начинайте! Меня сегодня весь день преследуют с этим танцем! А, не надо было талант светить! Вот теперь терпи! Ой, я совсем забыла про вас! Про нас-то про кого? Да, про тебя и Артура! Так! После того, как вы ушли, мы проводили конкурс на лучшую пару! И нам не повезло? Нет! Не повезло! Вас выбрали единогласно лучшей парой! И приговорили к призу! Вот он! Два билета в театр на Таганку! Мастер и Маргарита! Возражений нет? Да я, конечно, не возражаю, но ведь это очень дорого! Ой, Наташенька, у меня там свои связи! А вот если откажетесь, обижусь! Не откажусь! Спасибо! Спасибо! Света, я на секундочку! Мне позвонить не надо! Мы подождем! Да не, я сейчас быстро! Я догоню! Идите! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Какого-то Сан Саныча ищут. Так скажи, что нет такого. Мамуль, договорю, но все равно звонят. Можешь, идиоты упертые. Не говори. Гулять идете, Машеньку будить. Мамульчка, а ты не могла бы с Маняшей сходить сейчас погулять? А ты чего? Или у меня ноги помоложе? Это у меня что-то голова разболелась. Пойди проветрить. Мамульчка, ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Мне еще вещи погладить надо. Ой, о чем вы думали, когда ребенка заводили? Мама! Еще собирались сами жить, а теперь, конечно, бабушка, бабушка. Кругом бабушек. Мам, не хочешь, не ходи. Что ж делать, пойду. Ребенку ведь гулять надо. И еще одним из факторов успешной обороны. Является этот. Что, Варнава, вот проклятый звонок. Не звенит, когда надо. Да. Ай-яй-яй-яй, какая жалость. Вот, блин, Варген. Почти весь уровень прошел, но не сохранился. Замочили демоны на самом финише. Ну, что ж, если вы у нас не умеете рассчитать свое время, тогда еще один дополнительный вопрос в наказание. Товарищ майор, может быть, я все-таки лучше на то-то отвечу? Поздно. Вопрос по истории. Ответ на него вы точно знаете. Итак, командующий армией А точно знал время приливов и отливов на Тростниковом море. Да. А командующий армией Б руководил исключительно континентальными операциями и про приливы и отливы был не в курсе. Армия Б заперла армию А у кромки моря. Избавила темп наступления. Командующий армией А дождался отлива и вывел свою армию из окружения. Вопрос. Как звали командующего армии А? А звали его на букву М. Ну вот, высшие силы спасли вас, Варнава. Радуйтесь. Товарищ майор, а полководца звали Маннергеем, так? Этого полководца, Варнава, звали Моисей. А операция называлась «Исход из Египта». Вот это да. Это очень хороший вопрос. Вы не для викторины выбрали его? Какой викторины? А, вы же не в команде. Какая команда? Варнава. У нас команда сейчас будет одна. Занятие окончено. Встань, смело. Вольно. Вот это правильная команда. Вольно. Позойдись. Тетский сад. Степан, ты поаккуратней. Там по коридору офицеры маячат. Не спались. Что же это такое? Алло. Лариса Алексеевна, здравствуйте. Это я, Степан. А где вы сейчас? Гуляете? Понятно. А Анюта где? Дома? А что такое? Что-нибудь случилось? Голова болит. Нет. А нет, нет, не надо. Я потом сам перезвоню. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Что у тебя, стряслось чего? Да заездили там совсем мою Анюту. О! Два замком взвода. Прекрасно. Ну что? Кто у нас? Самый умный? Товарищ майор, да у нас много таких. Вас кто именно интересует? Да вот гений еще. Которому пришла в голову замечательная идея. Создать офицерскую команду для участия в викторине. Кому, так сказать, низкого в ноги-то кланяться? Ну, гончар? Это не мы, товарищ майор, придумали. Не вы, да? Я так и подумал, сержант. Дух святой у нас в расположении завелся. Видимо, именовал. С Романенко разговаривал. Так? Значит, запомните, Орлы, награды своего героя обязательно найдет. Как стингер. По длинно-языковому излучению. Все понятно? Так точно. Так точно. Вот так. Ну, и нафига вы офицеров подставили? Пусть попыхтят, как мы. Побегают. А потом викторину выиграют, их начальство поблагодарит, и они нам еще спасибо скажут. Сережа, а если вы выиграете? У них? Ну, да. Я же не камикадзе. Ну, что, нагулялись? Возьмем домой, а? Цветуль, ты иди, а мне тут еще в одно место надо заскочить. Куда? Ну, там к товарищу. Надо договориться по полосмотровой, машину посмотреть. Похоже, амортизатор потек. Ну, что, опять с ремонтом встрели? Ну, там неизвестная проблема. Ну, иди, иди. Я догоню. Сейчас, маму, открою. Аня, подожди. Почему ты не подходишь к коробке? Игорь, я тебе уже все сказала. Ты сказала все, но ничего у меня одного. Этого было достаточно. Уходи, сейчас мама может вернуться. Мама гуляет в парке. Она может вернуться в любой момент. И что, что она вернется? А то, Игорь, а то, что у нас с тобой дети и семьи. И то, что нам нельзя больше встречаться, ты этого не понимаешь? Жены, мужья, семьи, дети. Пускай думают, что хотят. Игорь, я прошу тебя. Аня, посмотри на себя, Аня, что ты делаешь? Ты хочешь все порвать? А ты думала, что будет дальше? Ты хочешь жить для кого-то, а не для себя? Убирать, готовить, стирать, стариться? Ну, это же твоя жизнь, ты пойми. И ты должна ее жить для себя. И ты должна сама ей распоряжаться. Игорь, я прошу тебя. Это я тебя прошу, Аня, не убивай то, что у нас есть. Может быть, это единственный смысл моей жизни. Я люблю тебя. Игорь, я прошу тебя, оставь меня одной. Я тебя умоляю, оставь меня, не делай мне больно, пожалуйста. Уходи, Аня. Я прошу тебя, уходи. Я не уйду. Однажды я тебя уже потерял. Игорь, уйди. Я тут, ты не уйдешь, я... Ты так решила? Да. Ну, хорошо. Здравия желаю, товарищ майор. Здравия желаю, товарищ капитан. Ну, что, Василий Кирилович, будем команду формировать? Ну, ты же у нас умный. Начальством поставлено, его ты формируй. Хорошо. Ты раз. Так, это ты чё удумал? А ну-ка, быстро разогни этот палец, пока никто не видел. М-м. Ты сам это придумал, и ничего с тобой не случится. Посидишь на викторине. Слушай, Деонидыч, ты чё? Я же на этой викторине буду как негр на съезде кукулсклана. Да ладно, не наговаривай ты на себя. Не наговаривай. Да ты мою рожу-то видел? Видел. Я вон прям как Ломоносов, который увязался за обозом в Москву. По дороге в лесу потерялся нафиг. Так, всё. Я как капитан, я... Вернее... Тьфу, блин, как... Как майор, я... Говорю, ты в команде. Дальше. Кто у нас там ещё? А, вот, Ерёменко. У него жена рожает. Да? Выкрутился. Ну, хорошо. А Дорохин? Дорохин? Угу. Ну, Дорохину может. Ну, и Козин. Да ну его, мудный этот Козин. А вопросы кто составлять будет? Весёлый ты наш. Мы что ли с тобой? А, раз ты в этом разрезе. В этом, в этом. Ну, тогда пошли его искать. Ну, Козин. Где он? Козин-то отец-то наш родной, а? Пошли-пошли-пошли-пошли-пошли. Здравствуйте. Игорь, ты чего здесь шастаешь? Я к товарищу приходил. Не ври, какому такому товарищу? Нет здесь таких. Какая вам разница? Ну, ишь ты, у меня-то как раз есть разница. Знаю, чего ты сюда ходишь. В любом случае, не знаю, что вы-то себе там не навыдумывали. Это не ваше дело. Ах, это не моё дело. А вот если я сейчас пойду и всё твоей жене выложу. Вот как? Может, именно этого я и добиваюсь. Мам, давай помогу. Тихо-тихо, раз будешь. Ну, куда у тебя руки грязные, я сама положу. Ань, никто не приходил? А кто-то должен был прийти? Петровна собиралась, творог обещала принести. Нет, её не было. А может быть, она заходила, да ты звонка не слышала? Мам, я не глухая. Это понятно. Значит, никого не было. Мам, чего ты от меня хочешь? Я тебе русским языком сказала, что никого не было. Понятно. Аня, а что у тебя глаза красные? Саринка попала. Руками растёрла. Показать, какими руками? Аня, ну ты чего? А ты чего? Душа, душа. Артур Вениаминович. Там Суханова бежит. Ну и что я должен сделать? По крайней мере, остановиться. Мой Васильевич. Извините, что вас отвлекаю. Я просто вас случайно заметила. Ну, в общем, Артур Вениаминович, нас, оказывается, вчера на вечере выбрали лучшей пары. Факт. Было дело. Практически большинством голосов. Ну и чем же это нам грозит? Прилудская выдала нам в качестве приза два билета в театр на Таганке на спектакль «Мастер и Маргарета». Угу. И что? Ну и мы должны идти. Исключено. Почему? Вы что, театр не любите? Нет, театр-то я люблю. Просто у Булгакова я, знаете ли, как-то люблю белую гвардию. А вот «Мастер и Маргариты» я не люблю. Ну а с кем мне тогда идти? Не знаю. Пойдите с Дорохиным. А при чем здесь Дорохин? А вы знаете, он тоже вчера неплохо смотрелся. Да? Да. Ну если вам так нравится Дорохин, с ним и идите. Ну и что это сейчас было? Чего? Чего-чего? Тебя какая муха погрыла? Ты же, он с ней как фашист с партизанами разговаривал. Слушай, Вася, ты, ты своими делами лучше занимайся. А уж со своими я как-нибудь без тебя разберусь, советчик. Да, Артур Евгеньевич, чё-то тут не то. Маритон, стоп! Ты вообще слышишь, что ты несешь? Ты что, лучше на стрельбище забыл? Пауза. Простите, у нас через неделю смотр. Правильно, правильно, Андрей Александрович. С этими баритонами надо построже, им только дай волю. А вот провести военную викторину, это просто замечательная идея. Я всем, что есть за. Кстати, а как насчет танцев? Каких танцев? Ну как, вы так вчера замечательно танцевали. Я предлагаю провести… Андрей Александрович, давайте отложим танцы до следующего раза. А сейчас пока сосредоточимся на викторине. Конечно, конечно. Тем более, что я подготовил уже несколько вопросов. Вот вы, например, знаете, в какой стране оркестр превышает ее вооруженные силы? Ну, Украина. Причем здесь Украина? Ну, они там петь любят. Нет. Княжество Монако. А вот такой вопрос. Вы знаете, что означают три белых полоски на матросском воротничке? Андрей Александрович, давайте-ка не сейчас. У нас через пять минут строевая. Вот, через пять минут у нас строевая. Конечно, я… Я все понимаю. Ну, я хотел сказать, что викторина – это очень важное дело. И я предлагаю сегодня встретиться всей командой часов в семь. Так, нет, ну, это обязательно? А то у меня дела вечером, ну, там… Василий Кириллович, конечно, обязательно. Викторина, повторяю, дело очень серьезное. Если мы в семь соберемся, то часа за три управимся. Извините, у меня осмотр. Да-да, конечно. А я тебе говорил, не надо с ним связываться. И… Ой, то не вечер, то не вечер. – Привет. – Привет. Извини, я задержался. Ничего страшного. Ну, как дела? Ты сегодня рано. Да, все нормально. У нас просто свет на работе отключили. Полдня ждали электрика, потом полдня ждали, пока он починит, а потом всех распустили. Ну, вот истина. Десять топ-менеджеров — ничто по сравнению с одним электриком. Ну, что у тебя с настроением? Да нет, все нормально. Тебе показалось. Нет, мне не показалось. Я же вижу, что случилось. Глеб. Так, ну и что он на этот раз наш жадный Буратино учудил? Он будет тебе фотографии показывать. Отлично. А диафильм его не собираетесь показать? Максим, это мои фотографии. Товарищ капитан, за время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный по роте младше, жена перепечка. Вольно перепечка. Значит, говоришь, порядок против. Так точно. Люблю, когда порядок. Ну, что ж, пойдем посмотрим, в каком состоянии находятся боксы, так сказать, а в гиве конюшни. Товарищ капитан, вам туда нельзя. Не понял. Ну, вернее, сейчас нельзя. Чего? Ну, там сейчас викторина. Ты вообще соображаешь, что ты несешь перед тобой командир взвода? Так точно. Но, товарищ капитан, вы же из другой команды, а вам вопросы слышать нельзя. Так. Полин, ну, ты это про фотографии серьезно? И даже дату поменял. Ну, представляешь, ну, вот как можно до такого додуматься? Слушай, ну, он у тебя и талант. Комик национального масштаба. Как же ты бросила такого кадра? Макс, ну, ты еще будешь мне портить настроение. Он мне и так все испортил с этими фотографиями. Ну, а ты не ведись. Он, ну, хоть у тебя и кретин, но план у него замечательный. Потихоньку капать тебе на мозги и раздражать тебя. Но самое страшное, что у него это получается. А ты не ведись. Ну, как? Развлекайся. Как? Ну, легко. Вот вдвоем будем развлекаться. Вот слушай мой план. Представь, что в следующий мой увал. Ты приходишь домой и одеваешь свое самое красивое платье. Вечернее. И что? И мы идем в наш с тобой любимый ресторан. А вечером подходим домой. Счастливые и пьяные. Пойдем, пройдемся. Давай. Вот так вот мы идем. Лай-лай. Лай-лай. Подходим к твоему Глебу. Хорошо, походим к какому-то Глебу. Я приглашаю тебя на вальс. Разрешите? Да, конечно. И раз, смотри. Помнишь еще в руки? Помню, помню. Только на ноги наступлю сейчас. Крутись. И кто такой баба? Что? И Глеб лопается от зависти. Пока. Занавес, хэппи-энд, платье в химчистку. Замечательный план. Поленечка, ну не вздыхай ты так. Если кто-то хочет поиграть-выграть, то я с ним поиграю. И шансов выиграть у него нет. Это главное ни во что не вязать. Осторожно. Знаете ли вы такую басню, как мартышка и очки? Так точно. А знаете ли вы, что классик черпал вдохновение именно в нашем взводе? Никак нет. А что же вы с этой викториной? Как шимбанца носитесь? Офицерам жить не даете. По расположению в бардак развели. Что там делает у нас из обезьяны человек, а? Правильно. Труд. Труд по уборке территории. Так вот, сейчас мы с вами на эту уборку территории и пойдем, и займемся там викториной. Товарищ капитан, разрешите вопрос. Младший сержант Гончар. Ну давай, Гончар. Когда же нам к викторине готовиться? К викторине. Вот сейчас мы с вами пойдем на уборку территории, там вам и будет и викторина, и кроссворд. Шесть скамеек по горизонтали, и восемь урн по вертикали. Давай, Прохор, всех на территорию. Выходи в строительство. Эрудиты. Так, время. У кого есть ответ? Вот, Василий Кириллович, а вы говорили, и у вас ответы пошли. Ну, Андрей Александрович, у меня не ответ, а предложение. Давайте как-нибудь сворачивать всю эту канитель. Десятый час все-таки. Василий Кириллович, во-первых, это не канитель. А во-вторых, наши ответы оставляют в жалках лучшего. Ну, давайте тогда хотя бы семейных отпустим. Почему только семейных? Валя, ну ты пойми, ну уж что я отвечу жене на ее вопрос, где ты шлялся до полуночи? Что я скажу, к викторине готовился? Она вот тридцать секунд думать не будет. Я все понимаю, Василий Кириллович. Вот и чудесно. Ну, у нас остались еще блиц-опросы. Давайте немного потерпим. Потерпеть, потерпеть. Короче, давайте и сворачивать все это. Может быть мы у Артура Вениминовича спросим, как капитана нашей команды, заканчивать нам или нет? Я могу сейчас за ним сгонять. Вот так. В смысле, согласен. Надо заканчивать. Ладно. Но вы меня очень расстроили. Извините. Так, объявляю перерыв. До завтра. Но завтра буду спрашивать в двойном объеме. А это как? Волга-Волга впадает в Каспий-Каспий? А вы, Лизин Васильевич, что хотел спросить. Ты как к театру относишься? Это что, вам продолжение викторины? Нет, что ты. Это так, чисто по-дружески. Ну, если по-дружески. Ну, так, знаешь, как-то не особо. Но иногда хожу. А как насчет Таганки? Ну, увы, ни разу не был. Но слышу. Ну, что ж, вот если любишь Булгакова... Держи. Считай, что это тебе подарок на новоселье. Артур, ну зачем ты это? Держи, держи. Сходишь с кем-нибудь. А сам? Сам не могу. А так они и пропадут. Так что давай, Валь. Дерзай. Ну, разве что. Спасибо. Схожу с большим удовольствием. Значит так, на предстоящих стрельбах будет начальник училища. Поэтому отнеситесь к ним максимально серьезно. Все понятное? Да, точно. На сейчас приветственной речи выступит капитан Давыдов. Починайте, капитан. Значит, что касается вашего вчерашнего эпизода с этой самой викториной. Так вот, хочу вам сказать, товарищи знатоки и эрудиты, что в следующий раз будет вам что, где, когда, что, где, почем и что кому попало. И это будет только начало. Одну минуту, капитан. Товарищ капитан, вы к нам? Да, к вам. Вот, держите. А что это? По просьбе капитана Козина я подыскала материалы в интернете. Он попросил распечатать и передать вам, как капитану команды. Товарищ майор, разрешите обратиться к курсанту Брагин. Что у тебя Брагин? Ну, так же не честно. У нас доступ в интернет лимитирован, а у офицерской команды, вон, целый капитан Суханова работает. Наталья Александровна, вы уж извините, но я не могу взять. Против общественного мнения не пойдешь. Ну, что же, я потратила время впустую? Ну, это уж извините, я не знаю. Вы поговорите на эту тему с капитаном Козином. Это ведь его была идея. А меня извините. Ну, что, справедливость восторжествовала? Больше не будет ни у кого возникать вопросов по викторине? У меня все, капитан. Командуйте. Вольно разойдись. Вольно разойдись. Наталья Александровна, ну, не обращайте вы на него внимания. Он, по исполнению, всегда такой дундук. А может быть, к нам в кабинет жойдем? Чай, кофе. Вам в качестве эксклюзива можно и 50 грамм коньячку. Боюсь, что мне уже хватит. Спасибо. Мам, ты чего? Чего-чего? Ты чего, на дачу собралась? Ну, как видишь, собралась. Подожди, ну, мы же вместе собирались поехать. Я бы тебе помогла. Я про выходные тоже думала. И решила, что надо ехать сейчас. А что, дожди обещать? И дожди, и грозы. Осень, сама знаешь. Нет-нет, да как припустит. Ну, ты же даже не позавтракала. Куда такая спешка? На электричку боюсь опоздать. Поцелуй за меня там мою лапочку. Счастливо. Счастливо, Анечка. Так, счастливо, дорогая. Что это, Алексей, на дачу собралась в среде недели? Надо. А что делать будешь? Да все надо, а то дожди пойдут. Пойдут, пойдут. Антоновна, скажи, а электричка на Москву во сколько уходит? Да кто их знает-то? Они часто ходят. Не опоздаешь. Ну, хорошо. Счастливо. Счастливо. Все зарисовали? Так, к следующему занятию полностью разобрать этот алгоритм. Занятие окончено. Встать, Семена. Вольно все свободны. Дежурный собрал пособие и вытер доску. Вольно. Разойдись. Да, Олег. Я сам. В смысле? Я ж дежурный. Да я уберу. Да, зачем я? Точно. Да не зли ты меня, бухащая. Иванчар, ты опять дежурный? Так точно, Наталья Александровна. Третий раз за эту неделю. А, так получилось. Ну, я наряд отрабатываю. Здравствуйте, Свет, Наталья Александровна. Здравствуйте, Свет Валентин Васильевич. С чем пожаловали? У меня к вам очень важное дело. Так, ну, поведайте. Как вы считаете, Наталья Александровна, если я вас приглашу в театр, это будет очень непристойно. Ну, я думаю, это будет… Данчар, вы закончили? Никак нет. Доску еще нужно выцелить. Не надо. Сейчас другой взвод придет и все вытрет. Свободно. А, машины выключите. Данчар, вы свободны. Есть. Ну, так что, Наталья Александровна? Быть или не быть? Ну, все зависит от… А какой театр? Театр отличный. Я бы даже сказал, легендарный. Театр на Таганке. На Таганке? Да. Случайно я не мастер, Маргаретта? А я смотрю, вы следите за репертуаром. Так точно? Угу. А что такое? Вы же смотрели этот спектакль? Да, сталкивалась. Ну, ничего страшного. Еще раз посмотрим. Говорят, хорошие. Ну… А почему я? В смысле? Ну, что, я единственная женщина в училище. Почему именно ко мне такое внимание? Ну, я хотел по-соседски. По-соседски. Ну, вот что, майор, сосед. Прекратите, пожалуйста, эксплуатировать эту тему. Потому что я могу очень сильно пожалеть, что устроила вам соседство. Ну, а тебе что от меня нужно? Ничего. Ничего? Совсем-совсем ничегошеньки. Ах ты бессеребряник мой. А хочешь, скажу, чего ты здесь ошибаешься? И куда тебе надо пойти? Ну, что, сержант, отгреб за компанией? Да, резкий у вас преподаватель информатики. Не повезло. Самый лучший. Давай, давай, катись отсюда. И откуда ты взялся мою голову? Тополь номер два не доделан. Силовая установка состоит из В-образного восьмицилиндрового дизельного двигателя. Жидкостного охлаждения. С турбонаддувом. Мощность? Двести шестьдесят лошадиных сил. Удельная мощность. Товарищ майор, извините, не помню. Плохо, Кавнацкий. Девятнадцать целых, одна десятая лошадиных сил на тонну. Продолжайте. Точно, спасибо. Тип подвески индивидуальная торсионная. С гидравлическими амортизаторами. Колесная формула. Восемь на восемь. Разрешите, Игорь Дмитриевич? Заходите, товарищ капитан. Чем обязан? Да, я желаю. Да вот, решил у вас замков взвода своего украсть. Отпустите. Забирайте хоть обоих. Зря вы так, зря. Взвод без замка все равно, что гранаты без щеки. Предмет, склонный к саморазрушению. Понял. Ну, тогда забирайте, который вам больше приглянулся. Прохоров? Я. Довольф. Есть. Спасибо. Продолжаем. Так, Прохоров, я других бы не отпрашивал, а тебя отпросил. Ну, потому что ты у нас человек семейный, так сказать, на особым счету. Давай, дуй на КПП, к тебе приехали. А Аня? Да если бы Аня приехал, зачем мне тебя отпрашивать? Я бы сам с ней пообщался. А вот с тещей я с твоей не знаком. Так что, давай, иди и разбирайся со мной. Теща. Знаешь, что случилось? Ты чего могло случиться-то? Не дай бог, с дочкой что-то. Так, Прохоров, если бы, не дай бог, что, уже бы сообщили, знаешь ли. А может быть... Так не может быть. Да успокойся ты, что ты дергаешься? Шагомарш на КПП. Есть. Чего бы я так к тещи бегал? Что случилось? Что-нибудь с Машей? С Машей? Ничего, Господь с тобой жива, здорова, слава Богу. Лариса Алексеевна, вам заняться нечем? Или вы забыли, как телефоном пользоваться? Что ты кричишь на меня? Да потому что нельзя же вот так, не предупреждая, приезжать. Вы, в конце концов, меня с занятий сорвали. Дались тебе эти занятия. Если вы помните, я еще здесь учусь. Вы сюда на первом курсе письма писали. Писала. Не дописала. Надо было больше писать, чтобы дома сидел, а не болтался непонятно где. Опять? Вот пока ты тут дурнем сидишь, у тебя там жену уводят. Опяткает он. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...